Сегодня люди выступали, кто-то на английском, кто-то на русском. Я такую комбинацию сделаю, у меня будет речь на русском, а презентация на английском. Но там все-таки больше картинок, поэтому я думаю, даже те, кто не знает английского, поймут, что там происходит. Ну и вообще пармат ТЭД предусматривает рассказ о чем-то очень сложном, очень просто. Лично для меня рассказывать о сложном просто, непросто. Честно говоря, я обыкновенный, я не оближал мир там автостопом. У меня новизны такой научной нету, как у мистера Шиноды. И я не выигрывал конкурс скамеек, кто-то будет выступать еще. Поэтому, когда я просто сюда приходил, меня попросили очень просто и доступно рассказать о науке. Но для меня это было совсем непросто, потому что наука сама по себе это очень непростая вещь. Если серьезно взять и попытаться рассказать о науке, то надо показывать что-то вот такое. То есть это формулы, данные, и самое страшное, надо это объяснять. И мало того, что объяснять, еще долго объяснять, и не все поймут. Да и немногие захотят понимать и слушать перестанут. Конечно, можно начать объяснять о науке, как это делает телевизор. Это будет просто, понятно, очень доступно, но тем не менее они всегда правдой и поверхностно учатся. И люди, когда нас смотрят во всяких РЕН-ТВ, Дискавер и, дай бог, Елену Малышеву, они начинают думать, что они разбираются в том, в чем на самом деле они не разбираются. Ну, собственно, наука это сложно. А, кстати, пример к людям, обычным телевизорам. Я знаю знакомых, которые считают, что нитратами реально можно отравиться, даже не зная, что такое нитраты. Это тоже благодаря минималу. Ну, собственно, наука это очень сложно, как я уже сказал. И, как меня уже объявили, я ученый в какой-то мере. И я на примере своих приключений, на своем примере попытаюсь рассказать, насколько это сложно. Наукой я начал заниматься два года назад. Я выбрал, как мне казалось, такую актуальную очень тему с практической значимостью. Начал работать, ставил какие-то эксперименты, получил гору данных. И на втором году работы я обнаружил, что, оказывается, мою тему кто-то уже использует, кто-то тоже в ней работает. И куча всяких моих достижений, там, открытий, они уже давно знают, раньше, чем я их даже придумал. Но это меня совсем не пугает, потому что ученые в текущий момент изучают все. Абсолютно все. Диета науки — это норма. Когда кто-то придумывает мысль, которую должен придумать я раньше меня. Поэтому я особо не расстроился. Меня больше испугало то, что эти люди, которые занимались моим исследованием, они ставили тоже эксперименты и получили другие данные. То есть не сошлось. Да, я все-таки, наверное, расскажу больше, что научное, о своей научной работе. Я занимаюсь моделированием жиротрубных котлов, процессов, которые происходят в жиротрубных котлах. Если говорить коротко, то вот это вот, это процессы, которые происходят в жиротрубных котлах, а все вокруг — это жиротрубные котлы. Чтобы получить такую картинку в реальном эксперименте, то, что мы привыкли понимать во словом «эксперимент», надо в жиротрубный котел напихать очень много датчиков. То есть вы можете посмотреть, я разделил картинку на квадратики. Вот в каждом квадратики должно быть по датчику. Причем датчики должны быть дорогими, потому что там все горит, и они сгорят. Таким образом получается, что для того, чтобы поставить такой эксперимент, мне надо иметь много денег, чего у меня, собственно говоря, нет. И вот как раз для таких, как я, у кого нет денег ставить дорогие эксперименты, придумали виртуальный эксперимент или моделирование. Как вы слышали, здесь в Королеве даже моделируют запуски ракет. Много что моделируют. Моделируют эксперименты, проводят даже на других планетах. Кто-то предсказывает погоду моделирования виртуальных экспериментов. Смысл примерно такой. Мы создаем в компьютере мир виртуальный, аналогичный нашему. И уже все законы тоже моделируем, делаем аналогию. И уже в этом компьютерном мире ставим эксперимент. Это получается очень дешево. Практически ничего не стоит, если человек работает без флаг. Поэтому... Поэтому очень популярно. Я не помню, кто-то не следует читать. Да. Но это очень хорошая вещь. Но у него есть один недостаток. Это очень теоретическая вещь. Полностью сымитировать наш мир окружающий очень сложно. Мы его даже не до конца знаем. Вот те, кто занимаются наукой, должно быть, встречали формулы, в которых есть такие вещи, как упрощение, какие-то коэффициенты эмпирические. Это значит, что эмпирический коэффициент, что его надо достать из реального эксперимента. Для примера я показал свои исследования и исследования других ученых. Тех самых ученых, о которых я говорил раньше, которые меня обошли. И вы видите, есть разница. Если показать специалисту по тепломассопереносу, коим я, наверное, являюсь, показать и сказать, какая из этих картинок правильная, он скажет, а Бог его знает, они обе правильные, просто вот эмпирический коэффициент выбран разный. Я решил докопаться до истины. Я поехал в Германию, там, где есть деньги на дорогие эксперименты. И ребята мне показали доступное, что мой правильнее, чем их. Вот я теперь не знаю, как этим ученым другим сказать о том, что они не правы. Ну и, собственно, в качестве заключения я к чему это все делал. Вы немного неправильно поняли. Меня недавно спросили, если бы мне дали миллион долларов на научные исследования, не на что-то вот абстрактное, а именно на научные исследования, как бы я мог его потратить во благо науки? И я подумал, и очень много ситуаций в научной, как бы так сказать, профессии, когда мы встречаемся с нестыковками практики и теории, то есть на практике происходят случаи, которые в теории произойти не могли. И вот теоретически таких случаев быть не должно. Поэтому я бы на эти деньги, существующие, которых никогда, наверное, не появятся, сделал бы следующее. Я бы провел такое количество экспериментов, чтобы таких ситуаций не возникало. То есть теория полностью повторяла практику. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok